Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Православный взгляд». Это программа не только, не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И сегодня мой собеседник, митрополит Калужский-Иборовский Климент Владыка. Здравствуйте! Здравствуйте! Владыка, наша программа выходит накануне Дня памяти и скорби, и хотелось бы поговорить с вами вот об этом событии, печально, в начале войны. На ваш взгляд, может быть, на взгляд церкви, то, что случилось в 1941 году, это наказание Божие за воинствующий такой атеизм, или так нельзя к этому относиться? Конечно, нельзя, потому что Бог никого не наказывает. Бог, наоборот, всех любит и всем помогает. Какие бывают, вот, скажем, трудности, трагические вещи в жизни человека, это больше всего по нашей вине, а не по Божьей. Господь никому зла не желает. Бог есть любовь. А посылать войны, убийства, смерти, и это не в планах Божьих. Поэтому это то состояние общества, которое оказалось не только русского общества, это мировая война была, вторая мировая война, это состояние европейского общества, которое дошло до такого, что фашизм стал распространяться и охватил всю Европу, и не только Европу. Но, ведь союзники Германии были кто? И Япония была тоже с такой же идеологией. Это не Божьи планы. Это человеческое греховное состояние. И в этом оказалась, как бы, и наша Россия. Это Советский Союз. А у нас тоже была такая идеология, которая не принимала главную, вот, именно, основу жизни человека – Бога. Буду строить мир... Мы наш, мы новый мир построим. Новый мир без Бога. В центре человек. Человек звучит гордый и так далее. Это вся идеология была, именно удалить человека от Творца. Она неправильная. Но это Господь допускает. Но опять допускает. Почему? Не то, что Господь это наводит на вас. Этот человек сам отходит от Бога. Если мы возьмем даже, разве, Божие попущения, что первые люди нарушили заповедь. Господь четко сказал. Не вкушать. А я, что мне Бог говорит? Я сам без Бога могу жить. Я сам своим умом. И то же самое вот именно человек в начале 20 века. Это опять не только в России. К нам в Россию атеизм пришел из Европы. И в Европе тогда решили, мы сможем жить без Бога. И сейчас это в Европе продолжается. Возьмите, в нравственном отношении Европа культивирует греховные отношения человека ко всему. Бери от жизни все. Да, бери от жизни все. И самое главное, вот это, что для человека и через средства массовой информации навязывается деньги и удовольствие. Хлеба и зрелища. Хлеба и зрелища. Это вот такой римский, старый, там финский, греческий лозунг. Хлеба и зрелища. Деньги и удовольствие. Возьмите вся реклама. Все насыщено этим. С работой и наслаждайся. Бога нету в твоей жизни. Нету в твоем сердце места для Бога. Вот такое произошло и в 30-е годы, и начало 40-х годов. И фашизм развился там. Это опять не Божье наваждение, это попущение. Это человеческая испорченная воля пошла этим путем. И Россия, Советский Союз оказался втянут в Великую Отечественную, Вторую мировую войну. И здесь, я скажу, просто человек пошел таким путем. Господь, смотрите, в нас он через это вразумляет. Наш солдат стал воином-победителем. Но мы должны были и дальше укреплять ее. Не только на поле боя, но и дальше духовно возрождать Россию. Но опять, мы знаем, если посмотрим на историю, опять вернулись к прежней идеологии во времена Хрущева. Но это все в прошлое, и мы должны сейчас не повторять. Сейчас такая опасность существует? Я про фашизм. Про фашизм в той форме нет. В той форме нет. Главная идеология фашизма опять – исключительность человека, и он может обойтись без Бога. И это вот существует сейчас. А где Бог? Бог умер? Все? Нету. Мы живем для себя, мы сами хозяева себе. Вот это и новая идеология. Мы мир построим без Бога. И строится вся идеология – построить мир без Бога. Владыка, а где же логика тогда, если мы говорим о Советском Союзе? И храмы закрывались, их не было, по сути дела. Сейчас храмы открываются, но стоят пустые. А почему? Потому что лозунг «Хлеба и зрелищ» – деньги, удовольствие – больше приманивает людей. Потому что дерево познания добра и зла, яблоко, плод точнее, плод, не яблоко, плод. Этот плод всегда перед нашими глазами. И мы проходим испытания и искус. Выполним мы заповедь Господнюю или нет? Грех-то живет не в том плоде, который был в раю, не в этих, что рекламируют, а грех в сердце человека, как к человеку относится. Господь нам дал это, и мы должны пройти это испытание и победить это, чтобы не повторить это, вот то, что было в начале 40-х годов. Проверить себя, насколько мы усвоили этот горький урок. Да, да. Поэтому если мы устоим, а устоять человек может только если, когда он сам по себе не устоит, с дьяволом человек не может возникнуть. Он проиграет. Он выиграет только тогда, когда если обратиться к Богу с помощью Божьей, со Христом мы победим. Потому что во Христе мы победу можем одержать, а не без Него. Если вот Россия вернется к своим истокам, не на бумаге. Вот мы говорим, православная страна, в газетах пишут, там сколько процентов крещенных, Святая Русь. Это должно быть не на листе бумаги, а в сердце нашем. В нашей жизни. Если мы так не живем, то это... И очень плохое состояние современных, скажу, и православных христиан чаще оценивает свой духовный опыт. А мы не хуже всех. Мы как все. А это не православный подход. Господь, как сказал в Евангелии, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. А это получается практически как принцип мытарей-фарисея. Да, мытарей-фарисей. Быть совершенным – это постоянно развиваться, двигаться вперед. Вспомним, давайте, не мытаря-фарисея, а богатого юношу, который подошел ко Христу и спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И вместо того, чтобы услышать что-то новое, услышал обычные слова. Нет, 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 он услышал новое. Христос вначале сказал ему, знаешь, заповеди выполняй. Он говорит ему, а я это исполнил от юности своей. А Христос тогда говорит ему, хочешь быть совершенным, не как все, а совершенным. Делай это, 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 следуй за мной. Вторая часть диалога. Первая, когда хочешь спасение заповеди, я это выполняю. И вот сейчас большинство, я же не убийца, не убийца. Все, приходят и довольные в храм приходят, а могут даже не ходить и говорят, а я же ничего не нарушаю, я и без Бога пойду сидеть, так живу. Я не вор, я не жулик, я не бандит, не убиваю. Он наследовали от юности. Все, я выполняю, что написано, а совершенным ты хочешь быть, следуй со мной. Это не значит, там Господь сказал ему, раздай имение свое. Не значит, что раздавать имение, но правильно относиться к тому, что ты имеешь. Шесть дней работы, седьмой день Господу Богу посвяти. Хотя бы два часа в воскресенье приди, помолись. О нет, я занят, у меня там надо поехать куда-то, надо навестить что-то, надо на даче быть, надо вообще. А как же ты говоришь, заповеди исполняешь? Исполняешь, так исполняешь. Не весь день, хотя бы два часа, приди сюда, помолись. Хотя бы зайди на 10-15 минут, помолись. Нет, утром скакиваю, мне некогда, я бегу на работу, некогда молиться. Мимо храма пробегаю, у меня мысли, я тороплюсь куда-то и так далее. Мы Бога не замечаем, а Он рядом с нами. Он нам все время советует, зайди в храм, помолись. Остановись, хоть перекрестись перед... Нет, это... Вот такое состояние, оно и печальное. Фашизм – это построение мира без Бога, жизни человека без Бога. В советское общество было тоже построить жизнь человека без Бога. Сейчас, да, свободная церковь, а мы строим жизнь без Бога. Хлеба и зрелища, деньги и удовольствия, хорошая машина. Сегодня кусок хлеба, а завтра на хлеб маслом мне надо, потом икру надо. А вообще, чего мне это, жгули мне, мерседес надо, чего мерседес и так далее. Что мне простой телефон, надо смартфон, потом мне надо айфон и так далее. Человек гонится за этим богатством. А для чего оно ему? Что мы с собой возьмем? Придет момент, а у каждого придет. Сейчас перешагнули. А с чем мы перешагнем? С смартфоном? Вот у человека постоянно есть выбор. Пойти. Вот еще в Ветхом Совете Господь сказал два пути. Путь жизни и путь смерти. Избережь жизнь, чтобы жили ты и твое потомство. И вот Россия должна избрать путь жизни, чтобы быть с Богом, и жили мы, и наше потомство. Чтобы не допустить подобных войн, которые началась война в 1941 году, 22 июня. Нельзя служить и Богу, и Мамоне одновременно. Владыка, ну вот тогда такой вопрос. Мы сейчас с вами говорим о начале войны, о фашизме. Мы знаем, что творили эти люди, если, конечно, можно их так назвать. Когда сжигали целые деревни, когда издевались над детьми. А вот можно ли это простить? Ну, во-первых, сейчас, наверное, тех людей не осталось в живых. Но мы не должны помнить зла, раз. И не должны забывать те события, которые произошли. Для чего? Не для того, чтобы помнить это зло, а чтобы его не повторить. Я скажу то, что вот тема фашистских преступлений, и не только фашистских преступлений, а тема вообще греха человека в той войне, сейчас находит, знаете, такое интересное внимание у молодежи. Мы проводим такой детский литературный конкурс «Лето Господне» имени Ивана Шмелева. Итоги подводились в марте месяце. И я вспомнил, сейчас вот с этим вопросом прислала одна девочка из Краснодара литературную такую повесть «Кубанская хатынь». И там рассказывается, как на Кубане было заживо уничтожено все жители села. А кто там были? Старушки, женщины и дети. И вот эту трагедию девочка изложила в литературной такой форме. Я запомнил один такой фрагмент, когда собрали всех жителей села вместе на площадь. Одна женщина, старушка, она пишет, выходит, достает икону. А там были полицейские, русские были люди, которые полицаями служили. Вот, она говорит, братья, мы же жители одного села, мы родственники с вами, мы одной веры. И как только она сказала, вот девочка это описывает, слово одной веры, пуля попадает в икону, а вторая ей в сердце, она падает. Мы подобного не должны допустить. Это все зависит от нас. Мы должны все, и церковь, и общество приложить, чтобы подобного ничего не было. Очень печально, что такое было, когда, возьмите, и гражданская война, брат на братом стало. Дети против родителей. Сколько 20-е, 30-е годы принесли нам скорби. И, возьмите, Павлик Морозов, его подвиг, чего? Выступил против своих родителей, которые своими руками собирали зерно, а он их, как бы, вот они какие. Вот подобное не должно быть. А это происходит из-за того, когда человек теряет веру. Если мы, как бы, вернем веру не на словах, а в жизни, в свое сердце, подобного не будет. Мы должны помнить об этом. И о тех ужасах войны мы должны помнить, а прощать, они уже все перед Богом. Мы должны прощать. Мы должны молиться за них и просить прощения. Даже если мы встречаем человека, который согрешает, мы должны предупредить его и помолиться за него. Владык, вы простите меня вот за этот откровенный вопрос, но у нас в программе изначально заявлено, что мы говорим откровенно о любых темах. Вот вы бы мы смогли лично простить человека, который отстрелял в вашу семью? Я бы молился за них. Я бы простил, что вот... Вот я сейчас говорю, но я бы по своему характеру, я бы зла не помнил, молился бы за них, как человек вот именно заблудившийся. А простить мы должны всех простить. Ведь Господь, Его распинали, какие Его слова? Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. И Христос говорит, ударили подносчики, поставь другую. Не помни зла, говорит Евангелие. Мы не должны помнить зла, но мы должны учить наших детей, чтобы это зло снова не повторилось. Если мы говорим о Великой Отечественной войне, то ведь во время вот этих страшных дней проявились на Руси святые, во время Серафима Вырицкий, который молился, который во многом, наверное, по его молитвам была дарована победа. Давайте вот об этом вспомним, какие святые проявили себя вот именно во время Великой Отечественной войны. Я скажу то, что святых очень много в то время было. Не все даже прославлены Богом. Сколько я даже помню монахов, которые служили в церкви. Война началась. Их призвали на фронт. И они служили, прошли всю войну. Дело в том, что тогда на войне стали плечом к плечу все. И верующий, и неверующий. Гонитель, и преследуемый. И с ссылки, и с тюрем люди брали винтовку и шли на фронт. Почему? Они шли за Родину. Они шли за храмы. Защитить наши святыни. Они шли защитить народ детей. Они выполняли заповедь Христа. Нету больше той любви, чем душу свою, жизнь свою отдаст за ближних. И вот вы назвали преподобную Серафима Вырицкого. Он как раз молился. Чтобы приблизилась эта победа. Святитель Лука Война-Ясенецкий. Он был и в ссылках, и в тюрьмах был. Война началась. Он пошел делать операции. Спасать жизни. Очень много таких людей, которые шли. И они, я скажу, не за Ленина, не за Сталина. Они шли помочь людям, которые были ранены, защитить наши села, нашу жизнь, наши святыни. Пускай храмы были закрыты, но душа человеческая, она, знаете, она не была атеистической. Вот я приведу к тому, факт, где-то в 1934 году проходила перепись в Советском Союзе. Это единственная перепись, когда была такая графа отношения к религии. В селе, несмотря уже почти 20 лет советской власти. Плюс 30-е годы. Да, 20-е, 30-е годы. И это было, это в конце безбожной пятилетки, вот 35-й год это было. Я это имел в виду. Да. Вот, с 31 по 35-й год, вот это, в селе 80% написали, что они верующие, православные. В городах, где-то 65%, но это еще боялись. Там могло, можно было написать неверующий, верующий или прочерк просто поставить. Много поставили прочерк, не стали отвечать. Вот. Но 65% в городах заявили, что они православные христиане, в селах 80%. И вот они пошли, эти люди, защищать Родину, несмотря на то, что атеистическая идеология была. Вот. Так что роль церкви в те годы очень большая. Во всех храмах целыми днями совершались молебны, каждый день служились о здравии воинов, о победе и о покоении погибших. Вот. Поэтому и дома люди молились. Тогда... На ваш взгляд, Владыка, а реально ли было не ожесточиться в этой войне? Человек верующий, это реально. Это реально. Даже когда ты видишь, что твои враги сжигают целые деревни? Я же жил, я скажу то, что вот родился хотя после войны, но я жил в период хрущевских гонений. Закрывали храмы. Власть есть власть. Ну, неправильно действует. Господи, вразуми их. И все. Вот. Мама меня учила, не осуждай и власть не осуждай. Господь, если попускает, значит, за грехи наши. Все. По грехам нашим было. Не к чьим-то грехам, а нашим личным. Вот я скажу, чтобы подобного ничего не было, мы должны смотреть, чтобы наша жизнь была чистая. Все это произошло по грехам людским. Если не наши кого-то, а откуда у того человека грехи? А греховное все общество было. А ведь многие фронтовики потом стали монахами. Много, много. И вот как раз, так сказать, не хрущевская, а сталинская оттепель, он разрешил открывать монастыри. Открыли троицергию Лавру. Открыли духовное учебное заведение. И туда, в семинарии, приезжали люди в сапогах и шинелях с фронта. Хотим служить Богу. В монастыри приходили с вещмешками прямо с фронта. Хотим жить. После того, что видели, пережили, хотим жить и служить. Быть Христу. Вот это очень, такой показательный момент. Про это мало говорят. Но такое было обращение к Богу, к вере. Столько народа стало ходить в храмы. Я помню, я просто, вот у нас был недалеко храм, ну где-то минут 8-10 ходьбы, до храма было, где я жил. Даже будний день 200-300 человек присутствовало на литургии. Каждый день литургия совершалась. После литургии молебен и здравия треть, примерно, то больше оставалось. Парихи до упокоения тоже оставались люди. Только часть небольшая уходила, и все. Это говорит о религиозном подъеме. Люди не помнили, но люди молились. Господи, дай нам мир, дай нам здоровье. Господи, упокой тех, кто защищал нас. А их, это дело в том, что дело государства разобраться. Есть, вот и тогда государство разбиралось. Есть законы, вот давало наказание и все прочее. Кто это совершал? Это дело ведь не церкви судить за эти преступления. Дело церкви принять кающегося. А дальше уже все. Это зависит от его мира и осознания своего греха. Спасибо, Владыка. Я предлагаю сейчас поговорить о теме церковной. 21 июня церковь включает день памяти Федора Стратилата. Можете рассказать об этом святом? В каких нуждах обычно ему молятся? Это мученик Федор Стратилат, который, несмотря на то, что был воином римской армии, но он языческой армии служил, но он проявил верность Христу. Вот для нас, для нашего времени, чего это очень важно, воины, совершайте служение, вы должны верить в Бога. Без веры невозможно защищать отечество. Нельзя иметь настоящей любви. Любовь будет эгоистической какая-то, какие-то предпоследуют свои цели. Вера только в Бога помогает нам совершать вот дела любви. Служение, защита отечества. Вот надо не бояться ничего, с верой, со Христом служить. а воин отдает долг. Он был римский гражданин, и он служил своей родине, хотя был христианином, и он не побоялся исповедовать Христа. Вот мы должны даже в любом положении, в любом звании, на любом месте служения проявлять тоже верность Христу. В каких нуждах обычно к нему обращаются верующие? Обращаются, когда человеку требуется защита. Потому что как воин это защитник. Вот, и Геройги Победоносец как защитник, так Федор Стартилат как защитник. Надо просить его о защите, чтобы защитил. Но в первую очередь мы должны искать защиты духовной. А духовная защита это просить нашей воин еще, что это крепкий, мужественный человек. Чтобы мы имели крепкую веру и мужественно стояли в этой вере. Сейчас нету войны такой физической, но сейчас есть война, которая идет как бы на нравственном поле. Поле вот Федор Михайлович Достоевский сказал, что дьявол воюет с Богом и поле боя сердца человека. Вот сейчас на нашем поле боя, на сердце человека происходят серьезные сильные сражения. Вот мы должны просить Федора Стратилатов, чтобы он защитил нас. Наше сердце. нас на нашем поле боя, в нашем сердце, очистил наше сердце от врагов. Спасибо, Владыка, большое за интересную и познавательную беседу. Я напомню, что сегодня гостем студии был митрополит Калужский Боровский Климент. Владыка, спасибо. Помогай всем Господь. А наш выпуск на этом завершен. Всего доброго и до новых встреч. До новых встреч.